Дорогой Господь, благодарим Тебя! Это большая, невероятная, величайшая драгоценность Господь для нас, знать Тебя, иметь возможность общаться с Тобой, быть с Тобой, прославлять Тебя, поклоняться Тебе, иметь общение с Тобой. Ты спас нас для этого, Ты сотворил нас для этого, мы живем для этого, как Ты сказал, что мы Тобой живем и движемся и существуем, и Ты сотворил нас, чтобы мы искали Тебя, не найдем ли, хоть Ты недалеко от каждого из нас. И сегодня наши сердца простираются к Тебе, мы ищем Тебя в нашей жизни, Господь. И мы желаем, чтобы Ты наполнил каждый квадратный сантиметр нашей жизни, Господь, каждую частичку нашего сердца и нашей жизни, наполни, Господь. Мы хотим, чтобы наши жизни без остатка принадлежали Тебе, чтобы не было такого места в наших жизнях, которое бы не было наполнено Твоим присутствием. Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты с нами. Мы молимся, чтобы Ты сделал Слово Божье живым для нас. Мы молимся, чтобы в этот день, сегодня Ты прославил Христа в нас и через нас. Благодарим Тебя, благослови это время. И весь народ сказал, и весь народ воздал Богу славу. Дружно, дружно. Давайте еще раз от всего сердца прославим Господа. Аллилуйя! Соритесь, пожалуйста. Большое спасибо, гробу прославления. Аминь. Пока вы соритесь, ну вернее, вы уже сели. Скажите что-то хорошее ближнему. Просто доброе что-то. Ну, раз у нас уже есть такое, такая негласная одиннадцатая заповедь, что мы говорим хорошее, почему бы ее не исполнить. Аминь. Слава Богу. Чудесная возможность встретиться снова в воскресенье, всем вместе, чтобы славить Господа, общаться с Ним, общаться друг с другом и открыть свои жизни для Божьего Слова. Каждый раз, когда я открываю себя для Божьего Слова, Бог работает со мной. Конечно, важно, чтобы мое сердце было доброй почвой, важно, чтобы я приступал к Божьему Слову с благоговением, с открытостью и с готовностью слышать, что Бог хочет мне сказать. Не искал только что-то, что мне хочется, но был открыт к тому, чтобы Бог исполнил свою волю в моей жизни. Всякий раз Слово Божье что-то производит внутри нас и добавляет нам благодати, добавляет нам веры, добавляет нам силы в том пути, по которому мы идем, потому что мы с вами все еще на пути. Кто из вас согласен с этим? Аминь. Кто на пути? А кто уже пришел? О, слава Богу. Значит, мы придем однажды, когда будем на небе, пока мы на пути, и мы следуем за тем, чье имя – путь, истина и жизнь. Мы следуем за Христом, Он ведет нас, мы были спасены, но наше спасение – не финальная стадия. Мы призвали имя Господа Иисуса Христа, но это не значило, что Бог закончил свою работу в нашей жизни. Он что-то делал в нашей жизни, подводил нас к тому моменту, когда мы были готовы принять Его, когда мы стали готовы призвать имя Господа Иисуса и спастись. Но это не значит, что когда мы это сделали, Божья работа закончилась. Это только одна часть. По сути, подготовка к Божьему, подготовка к тому, что произошло, закончилась, но началось само спасение. Аминь. И вот это спасение, по которому мы идем сегодня – это путь. А на пути, как вы знаете, можно остановиться, можно припарковаться, можно не туда свернуть. Аминь. Можно даже назад пойти. Много чего можно. Есть такое замечательное произведение, классика христианства, и оно называется «Путешествие пилигрима». Джон Буньян. Может быть, наверняка кто-то читал, да? Известный проповедник Чарльз Сперджин, которого называли в свое время «Король проповедников», потому что он очень много проповедей сказал. Он прочел ее сто раз, эту книгу, почти как Библию. Настолько он ценил то послание, которое в этой книге содержалось. Так вот, интересно, там история, очень иносказательная, пути нашего спасения. Это человек отправляется, верный по имени, если вы помните, да, отправляется в путешествие в небесный град, небесный город. И это наше спасение. Вся его жизнь – это образ христианской жизни, образ нашего с вами спасения, который все время продолжается в дороге, в пути. И вот вся его жизнь – это путь. С того момента, как он откликнулся на призыв евангелиста, который проповедовал ему благую весть, Евангелие, радостную весть, и потом всю жизнь он идет. Ну, там это не как жизнь, там это как путешествие, но мы понимаем, что эта книга – образ жизни христианина. Аминь. Аминь. Мы идем, мы на пути, мы на пути в небесный град Иерусалим. Аминь. А мы здесь не навсегда, просто к сведению. Мы здесь не навсегда. Мы идем в небесный град Иерусалим, чтобы встретиться там с Господом. Однажды. Для каждого это будет свое время. Но здесь, на земле, этого путешественника, верующего по имени Верный, ждало много приключений, много опасностей, много ловушек, много каких-то трудностей, которые он преодолевал. И вот на этом пути, идя к заветной цели, что-то происходит с ним, и он сам меняется. Когда он попадает в разные трудности, то там была топь уныния такая. Кто-нибудь из вас когда-то попадал в своей христианской жизни в топь уныния? Ты на самом деле тонешь в этом. Просто тебя захватывает эта уныния, и тебе ничего не хочется. Это как клей такой, ты просто не можешь поднять руку. Много-много, в общем, я не буду эту книгу пересказывать, вы ее можете сами прочесть. Она на самом деле очень... Каждый, прочтя эту книгу, найдет там описание того, с чем мы с вами сражаемся в нашей повседневной христианской жизни. Но суть в том, что эта книга описывает наш путь, или как, наше спасение, нашу жизнь, как путь. Как то, что мы с вами куда-то идем. И Господь что-то совершает в нашей жизни. Вот во всех этих событиях, передрягах, житейских вызовах, трудностях, да и просто повседневной реальности, во всем этом Господь продолжает что? Совершать свое спасение в нас. Вот прямо сейчас, когда мы сидим, прямо сегодня, когда мы шли на это служение, Господь продолжал совершать свое спасение в нас. Аминь. Он продолжал работать над нами. А в чем конечная цель спасения? Чтобы мы стали как Иисус. Аминь. Чтобы мы стали как Иисус. Господь ведет нас, и мы идем. Как я сказал, на этом пути мы можем, бывает, не туда свернуть можем, да, и обнаруживаем себя в тупике. Бывает, как-то вот, может быть, разленились и вообще перестали идти. Потому что спасение, которое мы обрели однажды, оно одномоментное. Господь нас спас, когда мы призвали Его имя, в том смысле, что Он простил нам наши грехи. Но дальнейший путь, это уже сотрудничество с Господом. Вот первое изначальное спасение, когда Бог простил нас и сказал, ну все, и поставил нас на свой путь. Это не мы сделали, это Господь, благодаря Кресту. И все остальное тоже благодаря Кресту, но и нашему сотрудничеству. Аминь. Потому что по этому пути я должен идти. То есть я должен ноги переставлять. Я должен идти. Итак, в этом смысле есть две стороны нашего христианского хождения, нашего спасения. Это то, что Господь уже совершил, и то, что уже по факту принадлежит нам, уже наше. И то, что Господь продолжает делать. И вот Он очень сильно желает, чтобы это максимально сошлось в одной точке. Чтобы все, что Он сделал, стало фактом и реальностью нашей жизни сегодня. Я бы хотел сегодня говорить о целостности. Вот мы с вами спасение, я бы другим термином выразил это, что спасение – это восстановление утраченной целостности человека. Бог желает видеть нас целостными личностями. Если мы посмотрим с вами, я позже объясню, что это значит. 1 Фессалоникийцам 5.23. Ну, во-первых, мы все утратили целостность, полноту, когда отступили от Бога. Писание говорит, что мы потеряли славу Божью, потеряли присутствие Божье, и постепенно в нашу жизнь вкрались, как бы это сказать, ну, без Бога мы, в принципе, не можем пережить полноту в жизни, ни в одной сфере. Можно взять любую сферу нашей жизни, без Бога я никогда не способен буду пережить там полноту. Что значит целостность? 1 Фессалоникийцам 5.23. Апостол Павел говорит такие слова. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Скажи, во всей полноте. И дальше он как бы использует синоним. Он говорит, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, то есть целостности, да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Господь сегодня проводит какую-то работу в нашей жизни, продолжает. И я не должен ни в коем случае забывать о том, что эта работа по сути является целью. Я когда имя Господа призвал, я когда Христа в свою жизнь призвал, это еще не цель, это первый шаг. Аминь. Цель дальше. К цели я еще иду. Я ни в коем случае не должен успокоиться в тот день, когда, о, ну все, я спасен, я имя Иисуса призвал, я его исповедовал, даже хожу в церковь, даже Библию читаю. Все. Не все. Вообще не все. Это только начало. Это инструменты. Это все равно, что я пришел, ну скажем, Библия, молитва, все. Это замечательно, прекрасно, удивительно. Но когда я покупаю лопату в хозяйственном магазине, просто иметь ее дома, это же не цель, правда? Аминь. Она должна работать, эта лопата, она должна, ну, совершать то, для чего она была приобретена. Итак, есть цель нашей жизни, и это дальнейшее хождение с Богом, его работа потому, чтобы сделать нас похожими на Иисуса, или целостными. Что значит целостность? Это значит, когда я внутри и снаружи один. Аминь. Когда, или когда я позволяю Божьей благодати работать в сферах таких в моей жизни, где нужно впустить Божью дисциплину. Другими словами, процесс целостности или исцеления можно назвать также освящением. Господь работает с нами, с нашей жизнью, чтобы осветить нас. Аминь. Итак, давайте мы посмотрим еще одно местописание. Мы поговорим об одном человеке сегодня, который довольно часто мы его вспоминаем. Может быть, не так часто, конечно, как Павла и Петра. Эти люди у нас с уст не сходят, мы все время их цитируем. Ну и понятно, этот человек ни в коем случае не претендует на такую же роль, как Петр и Павел. Но, тем не менее, он сыграл довольно интересную роль в Писании и очень хорошим примером является во многих вопросах. Звали этого человека Нейман. Давайте мы прочтем 4-е царств. Историю я вам кратко потом расскажу. Этот человек был военачальником. В сирийской армии, он даже не был израильтянином. У которого были большие проблемы. В общем, нерешаемые даже. Он был прокаженный. В то время проказа, это было безнадежно. Неизлечимая болезнь, которая непременно приводила к тому, что человек становился изгоем и заканчивал свою жизнь в полном одиночестве и в изоляции. Причем проказа была такая болезнь, которая не взирала на лица. Человек мог быть бездомным, не иметь ничего в этой жизни и заболеть проказой. Цари заболевали проказой в равной степени. И не было никакой возможности защититься за золотыми, я не знаю, там, дверьми, в красивых дворцах спрятаться. Цари наравне с бедными одинаково страдали этой болезнью. И не важно, сколько у человека было денег, не важно, сколько у него было возможности и власти, он не мог ничего сделать с этой проблемой. Это было вне человеческих сил. И вот Нейман, в его жизнь приходит эта проблема. Мы читаем о нем в первом стихе, четвертая книга царств, пятая глава. Нейман, военачальник царя сирийского. Был великий человек. Ну, если Библия говорит, что он был великий, то минимум он был великий. Это что значит великий? Это значит, что он был талантливый, способный, мудрый, успешный. Да много чего можно о нем сказать. Библия так просто не разбрасывается словами. Если говорится, что он великий, значит, действительно было что-то особенное с ним в его жизни. Он был великий человек у господина своего и уважаемый. Знаете, в армии генералов просто так за лампасы не уважают. Их могут бояться и слушаться за то, что у них есть звание, но уважают тех, кто заслужил уважение. Потому что через него дал Господь победу сириянам. Не один раз Бог использовал, оказывается, Неймана. Посмотрите. Мало того, что он был талантливый военачальник, так еще и Господь употреблял его. Он не раз даровал сириянам победу через этого человека. Может быть, солдаты видели, как Нейман бесстрашно шел впереди всех и вел за собой солдат своим примером. Может быть, они видели, как он бесстрашно кидался в гущу сражения и не боялся ничего. Может быть, он какого-то солдата спас. Там даже ценой того, что сам был ранен. И люди думали, вот это да, вот это военачальник. Бог его использует. Посмотрите, какой способный, какой талантливый. Читаем дальше. Этот человек был отличный воин. Даже не хороший воин, а отличный. Он по НВП пятерку получил. Отлично. Вот до этого момента не просто хорошая характеристика, а сногсшибательная. А тут дальше стоит запятая и написано, но прокаженный. Вот все хорошо. Но вот прокаженный. И вы знаете, что вот это но прокаженный перечеркивало все остальное. Потому что в какой-то момент уже будет неважно, какой он талантливый военачальник, сколько побед через него было даровано израильтянам, извините, сириянам. Неважно, какой он отличный воин и какой уважаемый, он знал, однажды я буду жить один, меня изгонят из общества, и я буду умирать в полном одиночестве, никому не нужный. И он понимал, что та проблема, которая у него в жизни была, он ее не может решить сам. Ему нужна помощь. А что такое спасение? Это когда я понимаю, что я себя спасти сам не могу. Аминь. Я не могу себя сам спасти. Я не могу себя сам изменить. Но некоторые говорят, не могу, ну и ладно, буду так жить. Но спасение, это когда ты понимаешь, что ты так жить не можешь, и сам себя спасти не можешь. Остается что? Взывать к спасителю. Аминь. И сказать, Господь, ты мне нужен. И это та точка, к которой однажды приходит Нейман. Он понимает, что дальше так нельзя, и однажды эта проказа может перечеркнуть все его таланты, все его способности, и закрыть ему дорогу в будущее, в его призвание, во все те победы, благословения, которые у Бога есть для него. Проказа перечеркнет все это и поставит на этом точку. И вот Бог делает из него целостного человека. А что значит нецелостный человек? А знаете, что проказа? Вот, скажем, если бы он был простуженный, я не знаю, или есть такие болезни, которые ты не можешь скрыть. Ну и кашляет человек там, да? Там и так. А это такая болезнь, знаете, она вот где-то там, и не видно ее. Она там под одеждой. Одежда у него там, ну как положено, у военачальника, блистающая, сверкающая, наверняка целая тут плеяда орденов была. А под одеждой проказа. Вот так бывает в нашей жизни. Вы знаете, что Господь нас спас и одел нас в ризы праведности. Мы одеты в его праведности. Я праведность Божья во Христе Иисусе. И вообще столько всего, во что Господь меня облег. Но это автоматически не меняет того, что под одеждой. И вот целостность, это когда Господь говорит, это прекрасно, те одежды, в которые я тебя одел. А теперь позволь мне сделать так, чтобы внутри было так же, как снаружи. Потому что спасение, это когда Господь снимает с меня мои старые грязные лохмотья и одевает меня в свои удивительные славные одежды спасения. А освящение, дорогие, есть два события в жизни христианина. Одно происходит мгновенно, второе длится всю жизнь. Но важно, чтобы длилось. Первое происходит в тот момент, когда я призвал Христа. Второе, в тот момент, когда я подчиняюсь себя Христу. А это происходит каждый день. Каждый день. Вот почему Иисус сказал, кто не возьмет свой крест ежедневно и не будет следовать за мной, ну, тут того ничего не получится. И так, когда я подчиняюсь себя, тогда вот это Божья работа по освящению. Когда Господь говорит, да, я облег тебя в удивительной одежде, ты мое дитя, ты царь, ты мое дитя, я принял тебя, ты часть моей семьи, я изливаю на тебя все свои благословения, но очень важно, чтобы ты стал целостной личностью, чтобы ничего не надо было прятать. Чтобы то, что внутри, было то же самое, что снаружи. Это то, что произошло с Нейманом, когда он таки смирился. А это была длинная история, потому что он не так быстро, не так легко согласился с тем, что у него, ну, с тем путем. Он соглашался, что у него есть проблема. Но он не соглашался с тем, как Бог ее хотел решить. А Бог специально предусмотрел такой способ, чтобы нужно было смирить себя, то есть подчинить себя. Потому что процесс освящения, спасение ведь точно так же происходит. Мы тоже были гордые, как это все, как нас Господь вел, но мы все можем вспомнить, да, мы такие гордые были, мне не надо Бог, а у меня все хорошо. А потом мы, ну, может быть, споткнулись, может быть, какие-то проблемы в жизни начались, и, ой, жареным запахло. И мы сразу говорим, Господь, по-моему, ты мне нужен. По-моему, я был слишком самоуверен. И в конце концов мы, как бы наше упрямство начинает немножечко, как сказать, смиряться, и мы откликаемся на Божий призыв любви. И смиряемся, и что получаем? Благодать. Господь спасает нас, мы призываем его, нам бывало трудно согласиться вообще с тем, что надо помолиться. И тут я прихожу и говорю, Иисус, прости меня, я грешник. Но на этом все не заканчивается. Потом мне вдруг говорят, теперь ты праведник. И это правда. Но на следующий день я вдруг обнаруживаю себя, что я взорвался, что я разозлился, что я взбунтовался, что я, оказывается, гордый, что я, оказывается, завистливый. Ну, не присутствующие здесь люди, конечно. И другие моменты. И тут я снова должен смиряться, идти, потому что зависть – это проказа. Я могу, конечно, ее прятать под сияющей одеждой. Зависть – это проказа. Гордость – это проказа. Неспособность контролировать свой темперамент – это проказа. Которую я могу прятать внутри. Ну, я могу приходить в церковь, одевать красивую одежду. Вот я прихожу, и такой весь я христианин. Ну, есть что-то, что Господь говорит. И знаешь, что удивительно? Вот, видя все это, ну, мы можем перед человеком одеть вот эту одежду, и кто знает, что там внутри. Но Господь видит. Аминь. А мы боимся это открыть, потому что в мире людей все устроено так. Если кто-то увидел, реакция такая – ничего не изменилось. Как тогда прокаженных изгоняли? Уходи. Так и сейчас. Часто плотская человеческая реакция какая? О, у тебя проблема. Увы, я буду тебя сторониться. Потому что у тебя проблема. А я только… Я общаюсь только с теми, у кого нет проблем. То есть я один остался. Тогда я даже сам с собой не должен разговаривать. Потому что у меня тоже есть проблемы. Но мои проблемы – это не такие уж проблемы. Мы так думаем, да? Или мы думаем, что у нас нет проблем. Так вот, из-за этого мы переживаем, что если мы откроемся, тогда нас отвергнут. Мы окажемся в изоляции. Потому что покажем свою слабость, покажем какую-то проблему. Но я тебе хочу сказать, радостная весть заключается в том, что Бог видит, даже если не открываешь, не открываешь, но не отвергает тебя. Аминь. Видит. Даже если ты будешь использовать все одежды, какие у тебя есть, чтобы закрыться, Бог все равно видит. Даже когда Адам и Ева попытались закрыться, Бог все равно все видел. Они там фигевые листочки использовали. Бог видит нас такими, какими мы есть полностью. И, видя нас такими, какие мы есть, какая была реакция Иисуса? Почему Иисус так сильно удивлял в том числе людей от религии своими действиями? Когда Он, например, встречался с прокаженными, это так удивляло. Люди от религии, они боялись прокаженных, потому что проказа приносила осквернение. Понимаете, что если в Ветхом Завете было прописано по закону следующим образом, что даже дом, который осквернился от проказа, его надо было пару раз попробовать очистить, а если не получается, разрушить вообще. А если человек прикасался к прокаженному, он становился нечистым, и нужно было длительную процедуру проходить освящение и очищение. И посмотрите, как Иисус взрывает умы людей своим отношением к тем, у кого была проказа. Он без всякого страха приближался к этим людям и протягивал им руку. Почему в 8 главе Матфея прокаженный, такой неуверенный, он говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Потому что он все время сталкивался с отвержением и безразличием, и тут он встречается с человеком, которого вроде бы говорят, что он не такой, как все, но кто его знает? Такой ли он, не такой ли он, как все? Можно такой же, как все. И поэтому в его голосе звучит такая неуверенность. Я не знаю, хочешь ли. Я, конечно, понимаю, что ты можешь, но я не знаю, хочешь ли. Действительно ли я тебе не безразличен, и ты меня любишь? Меня, которого отвергли все. и ответ Иисуса звучит до сегодняшнего дня для каждого из нас. «Да, я хочу». Да, я хочу. И это «я хочу» можно перевести и «я люблю тебя». Я люблю тебя, я хочу тебе помочь и изменить ту ситуацию, в которой ты оказался. Итак, когда ты понимаешь это и начинаешь верить в совершенную любовь Божью, страх уходит, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Ты способен прийти тогда к Богу, таким, какой ты есть, без страха, что Он тебя отвергнет, и это начало исцеления. Когда Господь начинает или освящение, когда Господь начинает работать внутри нас, Он хочет нам сказать, не бойся, я видел, что у тебя есть эта проблема до того, как ты понял, что она у тебя есть. Не убегай от меня, лучше приходи ко мне, я не отвергаю тебя, я хочу тебе помочь. Аминь. Я хочу тебе помочь. Я хочу помочь тебе научиться контролировать свой темперамент. я хочу помочь тебе не завидовать. Я хочу помочь тебе в той или иной... Может быть, у тебя есть отверженность или какая-то другая язва, которая гложет тебя внутри все время. Может быть, ты чувствуешь себя как человеком второго сорта все время по сравнению с другими людьми. Господь говорит, я хочу тебя исцелить от этой болезни сравнения постоянной, чтобы ты не сравнивал себя с другими людьми. Аминь. И так, точно так же, как Нейман, мы должны встать на этот путь, который Господь нас поставил, где Он делает нас целостными людьми или исцеляет нас так, чтобы не было ничего внутри. И это не происходит быстро. Наверное, это будет длиться всю жизнь в той или иной степени. Но все-таки мы должны позволить Ему запустить этот процесс и не довольствоваться только тем, что внешне произошло. Ну, теперь все. Вроде я правильный христианин, хожу по воскресеньям в церковь. Потому что однажды я целую серию проповедей, таких проповедов, которые я назвал так спасен и изменен. Не только спасен, но спасен и изменен. Потому что это цель Божья. Не только спасти нас и простить нам грехи, но и изменить нас в образ и подобие Христа. Аминь. Изменить нас шаг за шагом. Что-то сделать с нами, как он сделал с Нейманом. Нейман смиряется, соглашается, склоняет голову. Бог, ему предлагает пророк идти и окунуться в Иордании. В такой мутной, маленькой, не самой такой, вы знаете, привлекательной реке. И его реакция была такая, зачем мне это надо? У нас есть реки, которые лучше, и я не хочу. И почему пророк сам не вышел? В нем говорит гордость. А Бог гордым противится. Процесс освящения всегда вот так связан со смирением. Всегда. Он происходит... Я не могу себя сам изменить, но я могу смириться. Я не могу переделать себя, вот мою плоть изменить. Это может сделать Господь, но я могу себя смириться. Это Божья благодать делает. Но чтобы обрести Божью благодать, я должен смириться. А это я могу, это мой выбор. И Нейман, у него начинается эта битва внутренне сохранить проказу и гордость. И потом все равно оказаться у разбитого корыта однажды. Или все-таки смириться и пройти тем путем, который Господь для него предложил. И выйти с другой стороны изменившимся. Это всегда битва, которую мы проходим. Может быть, они не всегда эти битвы драматичные. Такие, знаешь. О, вас, свидетели, я призываю тебе небо и землю. Да не всегда так. Что ты прям на горе Хриве стоишь и молнии сверкают. Это может быть, например, так. Вы поспорили в семье. Ну, вы, конечно, не спорите, но другие люди, представьте. Муж с женой. Муж сидит на кухне. Жена сидит в гостиной. И вот ты муж и Бог тебе говорит. Или просто совесть тебе твоя говорит. Иди попроси прощения. И, конечно, знаешь, когда такое происходит, какая у тебя реакция? Аллилуйя! Сейчас ты летишь, ну, может быть, нет, да. Может быть, не так. Может быть, внутри тебя сразу поднимается что? Это не я вообще виноват. Она первая начала. Это не я. А я так просто отреагировал. В конце концов, кто-то должен поставить точку в этом. Я не знаю, там, какие у тебя аргументы. В принципе, каждый из нас думает, что его ситуация уникальная. Я не одну пару консультировал, обнаружил, что есть не больше, чем пять аргументов, которые все используют. Всегда. Во всех ситуациях. Пять-семь максимум. И тут начинается битва с моей гордостью. У меня выбор смириться. Я не могу себя изменить. Но я могу себя смирить. И идти тем путем, как... Бог всегда предлагает путь такой, где мне надо смириться. Ну, хорошо. Хорошо. Я приду. И осияю ее светлым лицом своим. И скажу, ладно, прости меня. Она скажет, прощаю, я скажу, ну, и я тебя тоже. Это там, бывают вот такие битвы, понимаешь? И она не какая-то глобальная битва. Хотя она может изменить твою жизнь. Уж семью-то твою точно. Это повседневные вещи, которые каждый день происходят. Признать свою ошибку здесь. Признать, что ты был неточным здесь. Смирить себя чуть-чуть здесь. Когда внутри тебя немножечко сжать челюсти и не выпускать эту жабу, которая рвется на свободу. Смирить себя. И ты не согласен с этим, но смириться перед тем, с чем ты не согласен. Вот такие вот, казалось бы, незначительные битвы. Они каждый день происходят. Но когда они происходят, и я себя смиряю, вот в этот момент и приходит благодать, которая меня меняет. Аминь. Вот так вот раз за разом, раз за разом, раз за разом, я себя смиряю. И как неиман, принимаю благодать к исцелению, которая меняет меня. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, чтобы какая-то ситуация перестала быть для меня проблемой. Итак, я хочу вам напомнить об одном человеке в греческой мифологии. Ну, человек, поскольку это мифология, то есть мы не знаем, был ли этот человек вообще. Большинство говорят, что и не было его никогда, но в мифах греческих он встречается. Кто из вас помнит такого героя, Ахиллеса? Кто-то, может быть, не помнит, я вам сейчас расскажу о нем. Был такой герой в греческих мифах. Это, внимание, это не Библия, не ищите это в Писании. Это греческие мифы. Звали его Ахиллес. Он был сыном богини и человека. Но, опять же, я говорю, это не Библия. В Библии нет богинь, и вообще мы знаем, что нет богинь, но там греки, они так верили. История, по крайней мере, поучительная, интересная. И вот, когда он родился, мама его, которая была богиней, значит, бессмертной, хотела каким-то образом своего сына защитить, и поэтому решила сделать следующее. Она взяла его за пятку, когда он был маленький, и окунула в священную воду реки, в священную реку. Стингс, ствали такое. Интересно, по-английски стингс это воняет, значит. Ну, река так называлась, я просто за что купил, за то продал. Так вот, окунает его, держа за пятку в эту воду священной реки, вытаскивает, и после этого волшебного омовения Ахиллес появляет, выходит, как бы, совершенно непроницаемый, ни для какого оружия. То есть ни стрела, ни меч, ни что, никакое оружие из известных на тот момент не могло его поразить. То есть он обретает бессмертие. За исключением, а он был воин, значит, для него это актуально, его никто не мог убить. За исключением одного нюанса, мама его держала за пятку. И поскольку она его держала за пятку, пятка осталась некрещеная. Вот почему мы учим людей, которые, я шучу, когда крестим, что надо полностью, это шутка. То есть, да. И вот, когда, и это стало его слабым местом, отсюда произошло выражение Ахиллесова пята. Вот однажды, когда Ахилл, или Ахиллес, сражался в очередной раз и вел греков на войну с Троей. И вот греки ворвались в Трою. Они побеждали, взяли Трою после осады. Ворвались, и Ахиллес среди первых ввел за собой солдат. И где-то там сбоку, за одной из колонн спрятался солдат, который был намного слабее, чем Ахиллес. Но он знал его слабое место. И спрятавшись, он натянул стрелу в лук и выстрел из стрелы, стрелой, и попал, как вы думаете, куда? В пятку. И на этом приключения Ахилла закончились. Причем этот солдат был намного слабее, чем Ахиллес. Если бы они встретились лицом к лицу, у него не было бы никакого шанса. Но он знал слабое место. Ты во Христе облечен во всеоружие Божье. У тебя есть всеоружие Божье. Какой там Ахилл? Никакой. Писание говорит, что ты будешь наступать на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе. Есть только один шанс у дьявола остановить тебя, если он будет знать твое слабое место. Если ты позволишь слабому месту существовать в твоей жизни. У него есть только один шанс, как у этого солдата. Он намного слабее, тот, кто к тебе больше, чем тот, кто в этом мире. Но у него есть только один шанс это вычислить, где у тебя твоя пята. А твоя задача не дать ему этого, разочаровать его. Аминь. И вот я хочу сегодня поговорить. Вот Нейман справился с вот этим слабым местом в своей жизни. Его слабым местом была проказа. И Господь дал ему благодать и исцелил его. Дал ему силу там, где у него была слабость. Помните, мы пели раньше такую песню, да и сейчас иногда поем, слабый скажет, я силен, да? Что? Это Божья благодать, которая способна сделать твою слабость твоей силой. Аминь. Твою слабость. Потому что мы не сильны в себе, мы сильны в нем и в его благодати. Вот почему Павел пишет Тимофею и говорит, укрепляйся в благодати, сын мой. Укрепляйся в благодати. Единственное, в чем я могу быть сильным, это в Божьей благодати. Я не могу быть сильным в себе. Я был спасен от попыток быть сильным в себе. Я был спасен для того, чтобы стать сильным в нем. Аминь. В его благодати. Итак, есть такие сферы в нашей жизни, которые, если мы не будем бодрствовать, могут стать нашей Ахиллесовой пятой. Слабым местом, в которое дьявол может ударить, если я не позабочусь о том, чтобы Бог действовал в этой моей жизни. Если я не пущу Господа в эти сферы моей жизни, если я не впущу Божью благодать и не пойму, что я нуждаюсь в этой благодати, в этих сферах моей жизни. И что же это за сферы, которые я должен развивать равномерно, чтобы позволить Богу сделать меня целостной личностью. Вы знаете, вообще, я проповедую об этом, у меня есть такой семинар лидерский, где я говорю об этом, целостный лидер. Но когда я готовился, Господь мне сказал, ты должен говорить об этом в церкви тоже, потому что не только лидеры должны быть целостными. Аминь. Все должны быть. Мы все с вами на пути к спасению. И над всеми нами Господь работает постоянно, чтобы образ Христа был явлен в нас. Итак, первая сфера, о которой я хочу поговорить, это немножечко, потому что времени у нас мало. Первое, это то, к чему я вообще был спасен. Иисус, когда говорит о спасении, использует такое выражение. в Иоанна 4 главе, он говорит так, «Отец ищет себе поклонников». Аминь. То есть, когда, вы же согласны, что говоря это, Иисус имеет в виду, что Отец находит кого-то и спасает их, чтобы мы были его поклонниками. Аминь. В духе и истине. Итак, то, для чего я был сотворен, то, для чего я был спасен, то, для чего я живу, и то, чем я живу, как верующий, я призван быть поклонником Бога. Аминь. И что это значит? Это что, просто значит петь все время, или как это понять? Я нашел для себя, что поклонение, это высшая, на самом деле, по сути своей, это высшая форма выражения любви к Богу. Когда я поклоняюсь, что я на самом деле делаю? Я выражаю всю глубину своей любви Ему. Это даже, ну, благодарность, это удивительно, прекрасно, но, если, я говорю так, благодарность, это высшая форма выражения веры, а поклонение, это высшая форма выражения любви. Это когда ты ближе всего к Нему, и все, что ты хочешь Ему сказать, что мне ничего, и никто, кроме тебя, не надо. Аминь. Я просто люблю тебя, и, ну, мне даже сказать нечего, когда я стою перед твоим престолом, как, потому что поклонение, оно ведь разное, но ты можешь просто стоять и плакать в присутствии Божьем. Это тоже ведь поклонение, ты даже не поешь, а твое сердце просто как сокрушается от любви к Господу. Это и есть поклонение. И если не развивать в своей жизни поклонение, если не уделить этому место, не дать это, тогда что произойдет? Мои отношения с Господом засохнут, превратятся из цветущего сада в дремучий лес. Сухой такой, сухостой вообще. Такое, знаете, все так тяжело, так, это как в семье, точно. Если, если не, то же самое в отношениях с Господом, если нет этой жизни, этой эмоции, если хотите, страсти, огня, тогда все будет так тяжело, так нудно, ничего не хочется. Вы помните, когда Бог сотворил нас? Это вообще отношения, это как сад. Вот очень часто Писание использует сад, когда хочет говорить об отношениях. Например, в книге «Песни песней», которая вся об отношениях. Там больше всего, больше, чем в любой другой книге, слово «сад» используется, потому что там именно в саду влюбленные встречались. Господь, когда сотворил человека, куда поместил его? В сад, чтобы возделывать и охранять. А если не вы уж возделывать и охранять, сад превратится, как я сказал, в дремучий лес. Господь встречался с Адамом в саду, написано, прогуливался в прохладе дня. И в «Песне песней» 4.16 очень интересно сказано. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Вы знаете, что отношения с Господом это благоухающий сад. Но иногда нам не хватает, чтобы ветер подул, чтобы мы почувствовали этот аромат. Бывает так, что мы попадаем в такие места нашей жизни, где отношения с Господом как бы высыхают у нас, становятся сухими, безрадостными. Ведь брак тоже может стать сухим и безрадостным, тяжелым. Вот удивительно, в одной ситуации брак это место восторга и действительно аромата с чего-то прекрасного. В другом месте это, в другой ситуации, например, брак может стать тяжелым бременем, как камнем таким. И некоторые говорят, ну что, вот так произошло. Но я думаю так, что это как сад, который надо постоянно обрабатывать. Аминь. И ветер это Дух Святой, который желает сегодня подуть на мои отношения с Господом. Но чтобы Он пришел, как ты можешь начать приглашать Его? Начинай поклоняться Богу. Хочешь оживить свои отношения, например, в семье? Начинай поклоняться своей жене. Не начинайте так, о, теологически неверно, я шучу. Любите ее просто и говорите ей об этом. Что такое поклонение? Это выражение любви. Я говорю Господу, Господь, я люблю тебя. Ну я не чувствую сейчас, что я должен что-то своей жене говорить, и у меня вообще к ней много претензий есть. Дорогой, если бы Господь тебе и мне сказал все претензии, которые у Него есть к нам. Это был бы длинный разговор. Я думаю, бесконечный. Но Он выбирает этого не делать. Когда ты с Ним встречаешься, Он не начинает с длинного списка претензий. Он начинает со слов любви. Он желает с тобой общаться, и Его общение с тобой заключается, Он не как общается с тобой, знаешь, как налоговый инспектор. Он общается с тобой как возлюбленный, как тот, кто любит тебя. Итак, нам нужно впустить Дух Святой. Начинай поклоняться Господу. Найди такую возможность, где ты просто скажешь Ему, как ты любишь Его. И ветер непременно начнет дуть, и ты почувствуешь этот аромат, эту сладость. Не сухость, а сладость. Это можно вернуть. Написано дальше, пусть придет возлюбленный мой в сад и вкушает сладкие плоды его. Значит, надо что-то, что возлюбленный должен сделать. Он должен в сад прийти. Не сад к нему придет. Правда? А в этом саду есть плоды, и они вкусные, сказано. Вот в наших отношениях с Богом тоже есть удивительные плоды. Все, что мы делаем, рождается из отношений с Богом. Итак, если я начну пренебрегать моими отношениями с Господом или поклонением, потому что это рождается из поклонения, из любви к Богу, это станет моей ахиллесовой пятой. Моей, если хотите, проказой, слабостью, которой непременно дьявол воспользуется, чтобы выпустить свою стрелу. Итак, если я ловлю себя на том, что мои отношения с Богом стали сухими, тогда беги в свою тайную комнату. Аминь? И просто скажи ему, как ты его любишь, даже если ты ничего не чувствуешь. Даже если ты ничего не чувствуешь. Есть еще что-то, какие-то сферы, например, молитва. Молитва немножко отличается от поклонения, потому что молитва больше похожа как на сотрудничество с Богом. Если поклонение это объяснением любви, то молитва это я с работником с Богом становлюсь. Я тружусь вместе с Ним в молитве, в каких-то вещах. Я прошу что-то у Него, приношу свои нужды к Нему. Я, может быть, и благодарю тоже, естественно благодарю. Но это больше как уже такие, ну, повседневные отношения с Господом. Вот каждый день в разных ситуациях. Это как я позволяю Иисусу быть в моей жизни в каждой ситуации, в практических вопросах моей жизни. Иисус молился, правда? Извините за банальное такое заявление. Какое значение имела молитва в жизни Иисуса? Вопрос чисто риторический. Большое, да? Иисус прекрасно осознавал важность постоянной молитвенной связи со своим отцом. И он заповедовал то же самое церкви, сказав, без меня не можете ничего. Итак, дорогие, мы должны молиться. Аминь. Звучит, конечно, мы должны молиться. Нам хорошо молиться? Не то, чтобы должны, но хорошо, но и должны, но хорошо. должны, потому что это хорошо. Аминь. Что еще? Если я потеряю это в своей жизни так же, тоже может стать моей ахиллесовой пятой. Но важно не только молиться, важно еще и делать что-то. Скажи следу, давай еще и делать что-то. Святой Бенедикт, основатель ордена монастырского, бенедиктинского ордена, он говорил так. Ора эт лабора деус адест синемора. Все понятно. Зачем переводить? Все говорят по-латыни, поэтому. Не, у меня есть преимущество, потому что я успел посмотреть в словаре, что это значит. Я тоже не знаю латынь. Но, когда я эти слова обнаружил, я удивлен бы, насколько это актуальная рекомендация нам всем сегодня, дорогие. Переводится это следующим образом. Работай и молись, и Бог не замедлит. Иногда мы говорим, о, Бог медлит, потому что мы или молимся, или работаем. Почему мы не можем это делать обязательно вдвоем? Я постоянно встречаю христиан, которые или молятся только, или только работают. почему не ора эт лабора? Молиться и работать. И Бог не замедлит. Аминь. Господь всегда появляется там, где молятся и работают. Аминь. Если я буду игнорировать эту сторону, не буду развивать ее в своей жизни, а для этого тоже надо дисциплина и благодать. Может быть, Господь придет и слегка нас подправит и скажет, слушай, ты очень хорошо молишься. Очень красиво. Так, возвышенно. А ты не хотел бы добавить что-либо еще к своей молитве? Типа дел. И тогда ты можешь опять, у тебя выбор смириться и сказать, да, Господь, молюсь я хорошо, теперь осталось делать. Я уже молюсь за своего соседа 20 лет, пора уже начать ему проповедовать. Аминь. Пора что-то начинать делать. Поэтому тоже важно не игнорировать. Это тоже может стать Ахиллесовой пятой. Есть еще изучение. Это тоже сфера моей жизни, которую я должен развивать. Я бы сказал так, что это мое отношение, что я жажду знаний. Я никогда не теряю, не должен терять. Я теряю, но я не должен терять. Жажду к знаниям. Я должен бодрствовать над тем, чтобы всегда желать развиваться, учиться и расти в Боге, узнавать что-то новое. Я был один раз просто сражен, когда увидел во втором Тимофея, четвертой главе в тринадцатом стихе. Второе Тимофею это последнее послание апостола Павла. Последнее перед смертью. Он сам пишет в четвертой главе, буквально несколькими стихами выше, перед тринадцатым, он пишет «Время моего отшествия настало». То есть он говорит «Все, скоро я уйду. Я уже завершил свой земной забег. Я чувствую, что скоро я уйду отсюда с этой земли. Мое дело завершено, я веру сохранил, я забег свой совершил, и мне готовится награда». И после такого высокого, возвышенного высказывания, что «Все, ребята, дорогой мир, приятно было познакомиться, до скорых встреч, я иду к отцу». Вдруг он пишет в тринадцатом стихе «Филонь, которую я забыл у Карпа, пожалуйста, принеси, и книги, особенно кожаные». Я читал и думаю «Павел, ты только что сказал, что ты скоро умрешь. Ты не какой-нибудь там начинающий Тимофей, ты уже «Павел, зачем тебе книги? Ты что, не насиделся у ног Гамалиила? Ты не научился, ты не начитался? На небе начитаешься, хватит уже учиться, хватит жаждать что-то еще. Да ладно, тебе уже успокойся, тебе тут несколько лет осталось до того, как ты отдашь свою жизнь за Христа, расслабься, отдохни, зачем тебе книжки какие-то читать? Ты что-то еще не знаешь, ты уже написал две трети Нового Завета, посланий, по крайней мере. Зачем тебе еще книги какие-то читать? Но я понял, что Господь что-то хочет показать мне, что никогда на земле не настанет такого момента, пока я здесь и дышу, и хожу, не настанет такой момент, когда я могу сказать, я уже все знаю, а мне ничего не надо, мне ничего не интересно, я не хочу расти, я не хочу учиться. Павел говорит, я хочу книги. книги. Я хочу книги. Принесите мне книги. Мне все равно, что осталось два года до моей смерти, принесите мне книги. Я хочу учиться. Аминь. Прозрачность еще одна грань. Это когда я ничего не прячу, ничего не скрываю в своей жизни. Это не значит, что я всю свою жизнь всем рассказываю, но это значит, что нет ни одной сферы в моей жизни, которую бы я боялся хоть кому-то рассказать и всячески прятал бы, как Нейман свою проказу. Нет. Если я хожу в любви, а любовь, значит, совершенно любовь изгоняет всякий страх, пусть я и не должен рассказывать все всем, но я хоть кому-то должен иметь способность это рассказать. Аминь. это называется открытость, это называется прозрачность, которая тоже должна, если это я упущу в своей жизни и будет что-то, что я прячу, это не значит, что я должен все время ходить, все время что-то говорить, какие-то свои грехи постоянно исповедовать. Я не об этом говорю, хотя в этом ничего плохого нет. Исповедание это незаслуженно забытая практика, к сожалению, иногда в жизни христиан. Я лишь говорю о том, что не должно быть ничего, что я прячу сознательно и боюсь открыть, если нужно будет. Подотчетность. Мы живем сегодня в мире, где правит индивидуализм и независимость. Каждый сам себе хозяин. Не говори мне ничего. Я сам... Поэтому подотчетность это и подчинение это не очень популярные слова. Готовность смирения. По-другому можно сказать, это отношение смирения к жизни. отношение смирения. Когда я готов смириться перед Богом, но не только. Если нужно перед человеком тоже. Аминь. Аллилуйя. Потому что 1 Петра 3.15 говорит, если у меня будет не хватать этого, это тоже станет моей Ахиллесовой пятой. 1 Петра 3.15 Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Знаете, что я обнаружил, буду честным, что это одно из наиболее трудных мест, которые мне тяжелее всего исполнять. Иногда я не хочу дать отчет, иногда я его даю сквозь зубы, иногда я его даю, но мне так тяжело это делать с кротостью. И я одну вещь понял, если мне что-то трудно дается, значит это то, что мне больше всего нужно. Аминь. Нелегкий вывод, но очень благотворно действующий на нервную систему. Аминь. Общение, если я не научусь подчиняться, тоже станет моей Ахиллесовой пятой, рано или поздно. Общение, если я такой одиночка, который не открыт, тоже станет моей слабостью. Лучше впустить туда благодать Божью, во все эти сферы, и позволить Господу поработать в этих разных моментах, исцелить меня, сделать меня целостным человеком, чтобы все было в балансе, целостно развиваться как личность, позволить ему исцелить какие-то болячки прошлого, какие-то обиды, непрощения, которые мы носим, которые тоже может стать как проказа, и тоже может стать Ахиллесовой пятой. Давайте придем к Богу такие, какие мы есть. Аминь. Не скрываясь, не прячась, и позволим этому удивительному процессу Божьего спасения продолжаться в нашей жизни. Аминь. И удивительно, когда вот Господь от всего этого нас избавляет, как добрый самарянин, ведь он действует как добрый самарянин, а мы часто оказываемся в позиции вот этого израненного разбойниками человека. Он приходит с вином, которым он поливает на раны, после он использует масло. Это то, это две стадии Божьей работы в нашей жизни. Первое это вино, очищение. Нельзя елей сразу на неочищенную рану вылить. Есть такой процесс, когда нужно сначала вином очистить, не очень приятный, дискомфортный процесс, но такой необходимый. Аминь. Когда Господь очищает нас, и потом он изливает свой елей, который исцеляет, заживляет, благословляет. Это Божье помазание, Дух Святой, который всегда приходит тогда, когда мы даем Ему место очистить нас. Аминь. Давайте встанем сейчас. Писание говорит, чтобы мы призывали и жаждали свежего нового елея, новых благословений, нового помазания от Духа Святого, новой силы, нового уровня. Но этому всегда предшествует некая Божья работа внутри нас, когда Он что-то исцеляет, что-то меняет, что-то очищает. И я не могу себя изменить сам, здесь я просто капитулирую, но я могу себя смирить, я могу признать и сказать Господи, мне нужны изменения здесь, у меня действительно есть здесь проблема, и я не собираюсь ее оправдывать, как-то выгораживать и говорить, но это не такая уж и проблема. Нет, она есть, с ней надо разобраться, помоги мне. Аминь. И я начинаю искать этой помощи, начинаю искать этой помощи. Так же, как иногда люди ищут исцеление, в Писании мы видим, как люди искали исцеление, искали Иисуса, чтобы Он исцелил их от той или иной болезни. Нам часто нужно также искать Иисуса, чтобы Он изменил нас внутри, а не только изменил снаружи. Аминь. Это не менее важно. Давайте сейчас придем к Господу и помолимся, чтобы этот процесс продолжался в нашей жизни. Может быть, Господь ведет тебя во что-то большее, новое, славное, замечательное. Во-первых, Он нас всех в это ведет, но, может быть, ты на пороге этого стоишь, и Господь что-то делает внутри тебя, работает каким-то образом. Дай ему это завершить, потому что после этого будет замечательная награда и замечательное благословение. Этот процесс, он не быстрый, это не как заехать в МакАвто. Кинул деньги, выхватил бутерброд, поехал дальше. Это чуть дольше и чуть глубже, но это намного благословение и полезнее, чем фастфуд. Аминь. Господь, мы благодарим тебя, приходим тебе сейчас такие, какие мы есть. Благодарим тебя, за твою работу, которую ты осуществляешь в нас. Спасибо за то, что ты ведешь нас вперед к чему-то замечательному, благословенному, удивительному и славному. И сейчас, Господь, мы просим тебя, чтобы ты коснулся тех язв, которые нужно исцелить, чтобы ты очистил те раны, которые должны быть очищены. Возлей это вино, которое очищает. Очисти нас своей кровью, Господь, очисти нас и пусть также и зальется и твой елей, который исцеляет и восстанавливает, чтобы ты мог приготовить нас к замечательным вещам впереди, которые ждут нас как индивидуально, так и как церковь. Благодарим тебя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. И пока мы все стоим в присутствии Божьем, я хочу сказать одно. Я знаю одно такое место, замечательное место, где ты и я можем пережить погружение в эти воды Иордана, которые полностью изменят тебя, твое мышление, твою внутренность. Если вы все сейчас посмотрите налево от вас, направо от меня, вы увидите там стенд библейской школы, библейских курсов, извините. Видите, там целый ряд целостных людей стоит, таких радостных, счастливых. Вы не скажете, что вот, почему они такие счастливые, они все быка закончили. Аминь. Я могу смело сказать, когда я пришел в библейскую школу, я был похож на Неймана. Господь работал со мной и ему потребовалось почти два года, чтобы убедить меня идти в библейскую школу. Потому что мне не надо. Господь мне сказал, я надо в библейскую школу. Я говорю, нет, я могу дома Библию читать. То есть, я как Нейман точно сказал, что наши реки лучше. Зачем мне куда-то идти, наши реки лучше? Но Господь был настойчивым, продолжал говорить в мое сердце, нет, тебе надо это. Ваши реки может быть и лучше, но исцеляет и Ордан. Не ваши реки. Ты можешь сколько угодно в этой чистой воде купаться, ты не изменишься. Тебе нужно прийти туда, потому что это то место, которое Господь избрал, чтобы там исцелять. И в конце концов, я же говорю, что благодать через смирение приходит. Я должен был смириться и сказать, хорошо. Пару шишек набил, потом понял, что да, надо ехать. Я поехал и ни капли не пожалел. Когда я закончил библейскую школу, я сказал, как я вообще жил без этого раньше? Как я мог думать вообще? Господи, прости меня, как я мог вообще думать, что мне это не надо? Какой же я был, даже не наивный, ну и наивный по-своему, Господи, прости, глупый. Потому что я не понимал, я не понимал на самом деле. Единственное, что искренне было, искренне не понимал, но это не спасает. Аминь. Одной искренности недостаточно, хотя это важная черта тоже. Аминь. Аминь.